приветствую дорогие зрители моего канала это начало сентября сад в харьковской области сейчас хочу домонтировать видео немного материала накопилось конца августа немножко поснимаю что цветет сейчас уже почти 10 день 10 9 день сентября и немножко будет конца августа то что я не успела сносили засухи сейчас конечно не сильно что-то цветет обычно в сентябре более пышная такая волна прям цветение но конечно не сейчас до сих пор мы обходимся поливами потому что дождя очень давно не было это ханс гонавейн роза выпустил три базарных побега очень нежный фарфоровый на заднем фоне он больноватый виноградик красивая роза но и придется отсюда пересаживать муж сказал вот побеги которые я пожалела подмерзшие обрезать и вот на них как раз такие больные листья будем вырезать потому что страшного они тоже цвели между прочим ханс гонавейн а это молекорн хорошо так расцвела сейчас мало что цветет особо нечего и показывать поэтому видео смонтирую цветение августовская что не успела попасть ну и вот немножко красоточек моих которые цветут сейчас это ханс гонавейн а я уже показала это моцарт следе мускусный гибрид она небольшая покажу какая вот такой кустик серединку я вырезала там была ветка не очень красивая больная вообще по-хорошему она вся цветет такими вот облачками а вон еще вон еще она будет свести вот бутончики такие мосюсенькие красоточка и рядом с ней такой нежный нежный аромат нежный нежный умничка девочка такая девочка красавишна и дафна это вот одна из моих двух стефани бараницу гутенберг тут зацвели плохо они выросли совсем крошечки ты новичка моя девочка 2 вон и вовсе такой кустик неказистенький сидит но там конечно я сажала когда мария генри это еще не было таких размеров огромных вторая чуть ей больше света она и пушист к пушисте если это так можно назвать так красивая роза побеги огромные высокие кремовое дыхание такое внутри нежный аромат анисовый приятный там на заднем плане вон манмартр тоже будет свисти еще бутонов много на контрасте люблю я такие контраст и контраст и красного кстати когда расфокусировка вон красные хорошо ловится и манмартр показывает свой цвет не зайка моя любимая это дафна просто японки в этом таком сезоне нехорошим они мое спасение были вот они цветут 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 фарфор действительно же парцеллянды ориент восточный фарфор какая нежность даже зеленым они уже завязываются завязывается уже шиповник на не шиповник ягодки а цветочек еще держится я даже не знаю как мне быть срезать или не срезать осень предстоит теплая будет она еще раз свести или оставлять пока не знаю такая умничка это при том что она очень сильно болит ржавчиной весь сезон вот так она цветет просто розу которую я не могу не рекомендовать как и вредику просто 2 и нет французское платье не буду потому что знаю девочка на себя ведет не очень ну вот в сухой климат дафна и вредика других японок еще посмотрим до чего же красавица просто до чего же умничка у меня кстати муж очень любит вот эту розу он оценил любит это значит значит отметила что красиво здорово ванюшка и муцарт следе а я поняла ванюш а вот джетсет вот здесь уже давно держите эти цветки наверное недели полторы но смотрю как немножко стало чуть менее жарко начал наращивать побежки сюда будет еще цвести сейчас покажу александру кенску вот здесь она сидит в таком притенении абрикосов умничка ванюш здорово вот таком притенении она находится кустик такой какой-то узенький вот она кенская помельчала концу а сейчас пройдусь детку я не обрезала она уже доцветает о жилета кстати так долго держит цветочки уже тоже доцветает вот просто хочу пустик кенской показать на тут видно какой паук она тут метра скоро два наверное будет на полтора точно есть вот отсюда то есть и тут места достаточно и раскидалась она прилично это барышня цветочки тут тоже мелкие мало водички за дворовый кустик ханимон прекрасно себя здесь чувствует не подвязываю но она пока мне кажется не требует подвязки ханимон а вторая прививка уже все засыхает мне кажется это корона японская листья похоже очень в общем вторую я еще не отгадала ханимон приятный нежный аромат думаю обрезать или еще рановато начало сентября в наших краях все все может процвести в октябре убираясь дубин веню буду издалека снимать до сих пор цветет тилюлин шпигель вот такой пышненький товарищ мне нравится позапекался не осыпается хорошо ванюшка сейчас давна снова распускается все листья внутри куста оборвала потому что я уже говорила она с ржавчиной в этом году у меня ну и это понятно и обработки бы вряд ли спасали почему потому что здесь у меня загущенная посадка сильно можно не надеяться что при таких сильных сильно загущенных посадках что роза будет здоровенькой вот поэтому какие-то там чп или вот ржавчина конечно ржавчина гораздо угрожающая болячка чем чп поделаешь травить сад землю животных и все вокруг я больше не собираюсь поэтому прости меня дорогая дафна и вот листья какие и внутри весь куст оборванный я так понимаю что иногда будет надо дочистить надо будет теперь все время так потому что не дает хорошо ванюш не дает ли немножко барбарис вот dance queen или pink queen не помню pink queen по моему не дает он ей там дышать просто когда я сажала это был очень маленькое растение было то ему порезала обрезатель приходится чтоб розы на нем он на розах ну вот так должно было быть все прекрасно все прекрасно она и так прекрасно мне в принципе не люблю когда голые места есть она и хорошо земля защищена от прямых солнечных лучей но для роз к сожалению еще раз тиллен шпигель красавец ну красные розы часто лучше терпят жару он более красным прям красный красный здесь он меня получается это малиновый как всегда на камере может как раз фокусировка будет то вот свет получится уловить нет фарфоровая дафна моя умничка люди жалуются что на чп болеет у кого чп у кого чем так что немножко боляй венька но прекрасно и герцогиня крестьян тоже печется по такой жаре она печется республика монмартр внезапно этот цветок запекся весь начал пошел в рост вдруг про показал такую энергию роста он весь в бутонах мы посмотрим может еще похолодает к его цветению так он не покажет свою красотищу но держит лепестки везде сгорела на солнце просто печется не совсем конечно для жары леонардо да винчи не знаю кого он там однократно цветет у меня цветет и я не знаю бесперестанного там еще ветка ярче на самом деле тут какие-то доцветают ветки а есть вот это вот это это новые он там и вон новые побеги цветут дарси басу тоже бесперестанно вот она что-то одно цветает где-то уже новое вот тут бутоны подогнала вот сейчас это обрежется она новая нагонит точно так же вот шарль денерва сейчас цветочек распустил вот распустит но вот это вот сейчас будет нарастать наверно еще подцветет к сентиму тоже денерва надо чистить внутри куста а мой прекрасный бен веню такой ароматный боже такой боже какой он ароматный вот это такое от жары какой красивый какие кучеряшки вот эти все такая просто красота такие кисточки он наконец-то выдал цвести мне сколько там цветочков мульон тоже большие такие надо опору под него делать а там до конца недели еще у нас 36 передают бедные на заднем плане аскот тоже горел горел сгорел цветочки распускаются и запекаются тут же очень нежная скот вот ну какой красивый сколько там лепестков и дождиком портится и на солнце запекается не раз совершенно невероятный аромат у него такой пудровый 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 розовый пудровый фруктовый я когда здесь чистила под розами бурьяшки не могла понять что так пахнет думаю это что мои духи какие-то это косметика какая-то а потом спустилась ниже сюда а это он макароска тоже по жаре отцвела очень быстро очень быстро очень быстро но есть еще бутоны а ванна сушона срезала всего на букет вот это сегодня или может вчера вечером распустился цветочек вот видите что тоже печется если жара если он распустился уже по жаре то лучше срезать его вазочку вот фальставчик там фальставчик красавчик вон его цвет издалека цвет видно вот его цвет только он еще поярче высокий такой мальчик фальставчик ну вот так то что хотела показать тоже вот так на жаре у кого он красиво цветет я видела видела у нас есть женщинка из Черниговской области у нее такое бенвеню боже есть надежда что окрепнет может жара не такая будет и будет прекрасен так все побежала играть с ребенком всем привет а вот цвета лана сушенок кстати тоже натуральный может так издалека получится поймать теля уленшпигеля ну плюс-минус ну вот так вот так вот сюда еще хочу пересадить distant drums как бы это могло быть красиво если бы не испекся не запекся не запекся бедный бенвенюшек вот так дарси басл неутомимая просто цветунья вниз посадила две маленькие стэфани стэфани баранинцу гутенберг в этом году ну они там конечно наверное их придавливало розками слабо цветут и сразу горят на солнце дарси умничка просто леонардо умничка вот что случилось здесь мэй амантин шанель если то она просто новые цветочки вот они распустились и оплавились воздухом и это с учетом того что она она находится в тени под абрикосом тут прямых солнечных лучей даже на нее не попадает она просто испеклась от этого ужасного горячего воздуха вот цветочек как-то еще ничего я смотрю может это вот сегодня раскрылся а вот эти просто вот лепесточки запечененькие запах такой же запечененький вот еще два бутона но там опять жара сегодня немножко передышка у нас от жары а потом все снова так что наверное оно все равно держит цветочки на удивление не то чтобы совсем осыпалась бенвеню там похуже себя чувствует сейчас покажу жалко но зато когда жара этот раскаленный распеченный воздух такой аромат стоит вокруг нее жалко жалко николь милуан про нее ничего я не слышала раньше что меня заставило это купила в питомнике твоя роза по описанию шраб миян кажется французский что заставило цвет персиковый такой он более персиковый в самом деле вот нежная нежная фарфоровая такая персиковая розочка ну не знаю как шраб он и в описании что он цветет по воде одиночными цветами как по мне больше чайно-гибридная конечно кустик но для первого года я хочу сказать что прекрасно многие у меня сидят в худшем состоянии так сказать первогодки в этом году приятный запах у него не знаю будем наблюдать купила чисто из интереса потому что никогда не видела и то что цвет очень приятный персиковый на камере он светлее а так он конечно более такой вот как массора наверное запах хороший запах приятный достаточно сильный первые цветочки вообще оплавились первый раз процвет очень быстро а сейчас по-моему он распустил этот цветок вчера и с учетом вчерашней жары но еще прилично подержался так одиночные цветы ну тут вроде два цветочка ну будем наблюдать листик матовый розочка здоровая в целом посмотрим как дальше будет немного общего плана не очень сейчас пока приглядного но просто вот флорентинка цветет и качелька и мне кажется они идеально как раз смотрятся очень хорошо флорентина у людей тоже такой монстр просто с такими кистями гроздями ну у меня у меня она скромнее цветет почему-то ну почему наверно потому что склон вода стекает не задерживается ее тут поливая не поливая все таки нужно понимать что у каждого свои условия и растения в каждом саду растут по-своему у кого-то более удачное место вот здорово ванюшка нет 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 вот такая все равно красивая ой цвет хороший такой сейчас пасмурно не засвечивается с качелькой с моей они тут просто шикарно смотрятся хорошее место такое получилось вот кстати муж сделал тут ходить было почти невозможно так что потихонечку полегонечку все будет не у всех все сразу не у всех все красиво иногда нужно время много времени иногда его нету ну зато роза уже есть и розы уже радуют и помогают переживать любые неурядицы видишь немножко тут замедлишься остановишься смотришь на эту красоту и радуешься может чего-то нету но вот розочки есть и такие есть какие есть такие есть и уже красивые и уже с ними хорошо всем добра еще раз уже прощалась еще раз попрощаюсь всем добра пусть у вас тоже будет красиво пусть будет то что хочется пусть будет здорово добро мирно вот добра дорогие пусть розы помогают вам в этом брушующем мире ну и ну и ну и ну Продолжение следует...